Сталинградская битва Эта фотография сделана в день первой бомбёжки Сталинграда. Глядитесь в лица этих детей. Неужели у них больше никогда не будет детства? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы хотим, чтобы эта фотография запомнилась каждому, и чтобы глазами этих детей мы взглянули на самую великую битву Второй мировой войны. Ради вот таких кадров, снятых под бомбами и снарядами, гибли фронтовые операторы. Гибли. Чтобы рассказать будущим поколениям об этой войне, их кинокамеры нередко становились надгробиями. Чтобы понять масштаб Сталинградской битвы, достаточно взглянуть на руины этого города. Давайте помолчим и посмотрим на кинокадры, снятые в марте 1943 года. С высоты хорошо видно, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания, ни одного памятника. Сколько солдат навсегда остались на этих улицах. Даже освобожденный город таил в себе смерть. Ложись! ВЫСТРЕЛ Мама, мы все живы. Ушли на Бикетовку. Клава. Но жива ли мама? Жизнь стала возвращаться в город сразу после освобождения. Трудно смотреть без слез на этих детей. Брат и сестра в непомерно тяжелых отцовских сапогах. Обратите внимание, как эта собачонка боится отстать от своих хозяев. Все сохранившееся имущество можно было тогда легко перенести на руках. Это уже не трехлетний ребенок. Это мужчина, судя по суровому взгляду. Девочка в бушлате. Наверняка погибшего отца. Люди возвращались домой, в свои квартиры, если их так можно было назвать. Первые радости пустили трамвай. И еще одна радость. С осени начались занятия в школе. А совсем недавно, в 41-м, именно отсюда, из этих классов, прямо с выпускных вечеров, уходили на фронт вчерашние старшеклассники. И мало кто из них вернулся. Уходили вместе с учителями. Уходили навсегда. Наивные, ревнивые взгляды девушек. В этих взглядах ожидание ответа от того, в кого обе они, конечно же, влюблены. А мы, десятиклассники, мы дети еще были. Что я девочка была. У меня 36 килограмм вес был. Я только со школы. Это сейчас восьмиклассница уже, извините меня, даже рожает. А мы дети были. А когда для вас началась Сталинградская битва? Сталинградская битва началась для меня 23 августа 42-го года. Я лежала в госпитале в Дубовке под Сталинградом и приехала посмотреть Сталинград. Пригласили меня сотрудники госпиталя. Меня и еще одну девчонку. У нас двое лежало, только девчонок в госпитале. Посмотреть Сталинград. Мы приехали на речном трамвайчике. Посмотрели кино. Не помню, какой фильм мы смотрели. Возле... Купили бутылку ситро, булочки. И возле пионеров скамейки были. Вот знаменитые пионеры сталинградские. Мы сидели там и перекусили. Где-то в часа в два появился гол. Потом забыли сирены. И начали объявлять граждане воздушная тревога. Вот здесь у скульптуры пионеров они пили ситро и ели булочки. Пионеры эти в самом центре Салинграда. До подвала, бомбоубежища мы не добежали. А были вырыты во дворе щели. И мы бросились в эти щели. И спустя 70 лет они в свои 90 до мельчайших подробностей помнят те далекие события. Анатолий Федорович, а когда вы оказались под Сталинградом? Мы переходили в декабре 41-го года в ночь в Ладогу. В это время выходит приказ Верховного Главного Командующего Иосифа Весерионовича Сталина. Я его счастливе нашел. Передать в распряжение командование Сталинградским фронтом. Нам посчастливилось разыскать очень интересного человека. Март Александрович, вас сразу направили в Сталинград? Меня назначили формируемый полк «Катюш», 56-й гвардейственный полк. И 2 мая 42-го года мы выехали на Калининский фронт. Ну там проучились, потому что для нас новая эта техника была. Там провоевали, залпы под Ржевом давали до июля. Неожиданно в июле приказ сворачивается через Москву, в Москве грузится в Москву, в Москве на эшелон и под Сталинград. Откуда такая у вас необычная фамилия Сталин? Значит, дорогой мой. Об этом не стоит вообще, говорит, никому это ничего не даст. Даже не даст очков для определения качества содержания передачи. Это никаких очков не добавит. Если это появится, я просто не скажу, что я буду думать о таких телевизионщиках. Просто вы меня поняли. Март Александрович, ну разве не интересно, что человек, защищав ли Сталинград, носит фамилию Сталин? Март Александрович согласился с нами. Еще недавно Сталинград считался тыловым городом, хотя его жизнь шла уже по военному времени. Все предприятия работали для нужд фронта. С конвейера тракторного завода вместо тракторов сходили танки. Когда враг стал приближаться к доме, над Сталинградом нависла серьезная опасность. Город начал готовиться к обороне. Менцы подтягивали силы к Сталинграду. Мы были замаскированы в балки, прикрыты ветками, сетками. И вдруг получая распоряжение за линией фронта немецкая колонна с танками, пехотами, с боевой техникой, но километров 7-7,5 за линией фронта остановилась. После прорыва фронта южнее Воронежа немцы практически беспрепятственно продвигались к главной цели операции «Фальблау» «Синий вариант» – к Сталинграду. Взятие Сталинграда для Гитлера стало навязчивой идеей. Взятие города, носившего имя советского вождя, стало бы для Гитлера идеологической победой. Но гораздо важнее было другое. Захват Сталинграда позволял прикрыть водную артерию, по которой шло снабжение центра страны, кавказской нефтью. Ради этой цели фашисты не жалели усилий. Горело все, вы знаете, горел воздух, земля. Это не передать. И в таком кошмаре вы перевязывали раненых? Да, я перевязывала раненых. Да, я вытаскивала их с поля боя. И не только солдата, и раненого. Нужно же было еще вытащить и его оружие. Орудие нельзя было бросать. Красноармейцы мужественно сражались. Но все-таки отступали. Требовались какие-то чрезвычайные меры, чтобы остановить врага. Гитлер не сомневался в успехе. Он не раз просматривал эти кадры. Колонны красноармейцев, попавших в плен после поражения под Харьковом, вселяли в него уверенность. Такое повторится и здесь, на Волге. Этого советское руководство не могло допустить. 28 июля 1942 года последовал приказ за номером 227. Народный комиссар обороны Сталин. Главное требование приказа. Ни шагу назад. Народный комиссар обороны Сталин обратился к войскам с приказом номер 227, в котором была сказана суровая правда о положении на фронте. Мы должны установить строжайший порядок и дисциплину, если хотим спасти положение и отстоять нашу родину. Пора кончать отступление. Ни шагу назад. Ни шагу назад. Сегодня нам хорошо известно, что означал строжайший порядок. Появились заградительные отряды НКВД. Вы видите подлинные кадры наступления советских войск, снятые под Сталинградом. Тех, кто нарушил приказ, расстреливали на месте. Без следствия и суда. Такова горькая правда. Это была жесточайшая из всех войн. Страшно смотреть в глаза человека, которого расстреляют через минуту. Тогда даже приказ был такой, ни шагу назад. Да, ни шагу назад. Как вы считаете, он суровый был? Суровый был. В принципе, стоил такой приказ? Стоило, стоило, конечно, да. А вы сами видели заградительные отряды? Мы этого не видели и не слышали в то время, чтобы заградительные отряды шли сзади. Среди вас не было людей, которые, наверное, побежали, да? Да. Все добровольцы пошли. Все добровольцы только вперед-вперед. А скажите, пожалуйста, вот как вы относитесь к приказу ни шагу назад? К чему? Приказ был. Приказ был главнокомандующего. Ни шагу. Ни шагу. Помните 42-й год? Ну, называем, много всяких приказов. Он такой жесткий. Расстрелить, кто отступает, не выполняли приказы. Я не в курсе дела был, потому что я был артиллеристом. На такой технике, значит, мы шаг... Мы шаг... Ничего не... Мы шага не нажали. Мы даже... Что, про этот приказ не слышали? Значит, ни разу за своего... Нет, про приказ слышал. Да. Но мне не приходилось быть перед дилеммой отступать или не отступать. Вот и все. Потому что мы шли вперед. Мы были ударная сила, которая там, где наступали. Как вы относитесь к приказу Сталина ни шагу назад? Нужен был вот такой приказ или нет? Я, как танкист, и прошел большой жизненный путь, считаю, что это было сделано разумно и своевременно. Когда танкисты уходили на первые рубежи, то в это время нас должна сопровождать пехота. А ее, кстати, не оказалось. Одни танкисты без пехоты воевать не способны. Вот как вы считаете, приказ Сталина ни шагу назад был нужный в то время? Обязательно был нужный. Мы слишком увлеклись отступлением. И некоторые даже думали, что наша Россия, наш Советский Союз, очень большой, мы можем и отступать. Но в конечном итоге это неправильно. Без жертвы война никогда не бывает. Паника, паника это, знаете, один побежал, а второй за ним. И вот это таким путем, конечно, мы отступали. Я считаю, что приказ Сталина был своевременный и правильный. Но что касается вот даже заградотрядов и прочее, я их лично не видел. Не было заградотрядов, но где-то вроде были. Да, заградотряды были. Но все участники войны, оставшиеся в живых, с кем нам удалось встретиться и поговорить, выражали поддержку суровым мерам по наведению дисциплины. А уж они хорошо знают, что такое война и какого врага предстояло победить. И когда сегодня желтая пресса, умоляя нашу победу, начинает смаковать жестокий приказ, неплохо бы вспомнить, что подобные необходимые меры применялись тогда почти во всех воюющих армиях. К концу августа германские войска вплотную подошли к Сталинграду. Офицеры рассматривали город в бинокли, хотя он был и так хорошо виден. Наступление возглавляли танки знаменитой 6-й армией генерала Паулюса. За ними продвигалась пехота. Вглядываясь в их лица, мы уже не видим того бравого выражения, с которым они маршировали по Парижу, да и по всей Европе. За два года лица у них стали совершенно другими. С такими лицами уже не выигрывают сражения. Письмо с фронта. Дорогие мои, наконец-то я стою на берегу Великой реки, где решается судьба Европы. Вы, конечно, удивлены, что этот город, за которым мы столько боролись, еще не полностью в наших руках. Он пока еще принадлежит русским, но это продлится недолго. Все должно решиться в ближайшие дни, надеясь, что к тому моменту, когда вы будете читать это письмо, вы услышите по радио специальные сообщения о Сталинграде. В уютной комнате, в тишине, вы прослушаете сообщения о том, что Сталинград взят. Но вы не узнаете, каких жертв это нам стоило. Вы не узнаете, что это такое терять лучших товарищей. Это дано знать лишь тому, кто сам испытал нечто подобное. На войне можно привыкнуть ко многому. Но невозможно привыкнуть к гибели боевых товарищей. Снаряды можно привыкнуть. В это время разрыв. И вот на мою руку, на эту, облокотился. Ощество, я уже не помню. Капитан Тетеранда. Как помню, у него кожаный реглан. Вот так примерно, вот, левой рукой. Отлитая рана. И оно бьется. Сердце? Сердце. К концу августа Сталинград был полностью окружен. Фашисты вышли к Волге севернее и южнее города. С 13 сентября появились уже на городской территории. Бойцы бились за каждый дом. За каждый этаж. Фашисты особенно опасались снайперов. Только легендарный Василий Зайцев уничтожил 225 германских солдат. Гитлеровцы предпочитали передвигаться на танках. Перед каждой атакой превращали в руины все ближайшие здания. Но и руины продолжали стрелять. Как скажет один немецкий офицер, наступление измеряется трупами, а не метрами. В октябре пошли сильные дожди. Они сделали дороги непроходимыми. Немецкие машины вязли в грязи. Появились проблемы со снабжением войск. А когда начались заморозки, они еще больше осложнили положение противника. Немецкие генералы планировали овладеть Сталинградом летом. Русская зима снова пришла для них неожиданно. А советские войска готовились к наступлению. В Москве разрабатывалась операция «Уран». Ну что думали, Сталин спросил, подойдя к нашей карте. Это что за фронт? Это новый фронт, доложил Василевский, который нужно создать с тем, чтобы вместе с Донским фронтом нанести главный удар под втыл всей сталинградской группировки. Сталин говорит, а хватит ли сил у нас для такой крупной операции? Может быть, ограничиться ударом вдоль Дона с севера на юг и с юга на север? Мы возразили Сталину, что в этом случае немцы могут быстро развернуть из-под Сталинграда свои бронетанковые войска и парировать наш удар. Над планом надо еще подумать, рассчитать силы и средства. Главная задача сейчас заключается в том, чтобы удержать Сталинград. по плану пока никому не слабо. Но уже в самое ближайшее время начнется подготовка к проведению операции. В район Сталинграда двинутся эшелоны с войсками и боевой техникой. Перевозки будут происходить по ночам скрытно от посторонних глаз, под грифом «Совершенно секретно». Операцию «Уран» будут разрабатывать лучшие советские военачальники. Маршалы Жуков и Василевский. Генерал-лейтенант Рокоссовский. Генерал-лейтенант Ватутин. Генерал-полковник Еременко. Цель операции окружить и полностью уничтожить фашистскую группировку в районе Сталинграда. 19 ноября после массированной артиллерийской подготовки совершенно неожиданно для врага советские войска перешли в наступление. Наступление началось с двух фронтов Юго-Западного и Донского. Танки Ватутина сразу же прорывают оборону румынской армии воюющей на стороне Германии. На следующий день Еременко двинул свои войска с юга. Застегнутые врасплох части вермахта не могут сдержать этот наступательный порыв. С каждым днем становится все яснее стратегический замысел советского командования. Шестая армия генерала Паулюса и большая часть четвертой танковой армии попадают в гигантский котелку. 23 ноября в районе города Калач происходит соединение войск Ватутина и Еременка. Давно уже у бойцов не было такого праздничного настроения. После долгого отступления тяжелых оборонительных боев они наступают, бьют и окружают врага. Это была победа. Такая долгожданная дорогая. 8 января окруженным войскам противника было предложено капитулировать. Но Гитлер запретил даже думать об этом. Немцы должны были сражаться и умирать. они понимали, что помощь к ним не придет. Из письма немецкого солдата «Наше положение на сегодняшний день. Из всей дивизии боеспособных осталось только 69 человек. Плеер еще жив и Хартлиб тоже. Маленький Деггин потерял обе руки. У нас еще есть два пулемета и 400 снарядов, один гранатомет и 10 гранат. А в остальном только голод и усталость. И еще очень холодно. Автор этих строк замерз и погиб. Сколько тогда гибло немецких, итальянских, румынских и венгерских солдат в заснеженных Приволжских степях. 25 января 43-го года я замерзла насмерть. Был очень тяжелый бой. Я среди трупов, видимо, очень устала, уснула. С меня сняли теплые вещи. Уже похоронная команда ходила, собирала вещи и положили на телегу с трупами. А я дернулась. Когда дернулась, я задела ногой того, кто меня туда положил. И он закричал, она жива, она жива, но бросился от меня бежать, испугался. И меня сняли, конечно, с телеги. Через 30 лет в Сталинграде была встреча. Подошло двое ко мне и спросили. Такая да. А помнишь, как ты замерзла и мы тебя пытались спасти? Говорит, растираем и плачем горючими слезами. Я говорю, неужели так жалко было? Жалко. так жалко было спирт. А вот что говорит солдат вермахта, участвовавший в том же сражении. В России довольно быстро наступила зима. Многие замерзали. у некоторых на теле были такие места, которые промерзали до костей. Мы не были подготовлены к морозам. Предполагалось, что мы летом дойдем до Москвы. А все случилось так, как у Наполеона. Из письма другого немецкого солдата. мы продвигались по замерзшим болотам. Часто лед трескался, и ледяная вода попадала в сапоги. Хотелось выть от адской боли. По истечении семидесяти лет мы стали милосерднее к поверженному врагу, и нам жалко тебя, солдат. Вряд ли ты выживешь, потому что у тебя уже началась гангрена на обмороженных руках и ногах. А ведь так все хорошо начиналось. Так было весело. Субтитры создавал DimaTorzok Только в плену у многих открывались глаза на то, что они натворили. Некоторые начинали просить прощения. А в Германии еще долго будут продолжать жить с зашитыми ртами. После разгрома под Сталинградом в Берлине будет объявлен траур. Но Гитлер запретит сообщать матерям и вдовам о гибели их сыновей и мужей. А в Москве праздновали победу. В последний час наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. 31 января сдался в плен штаб 6-й армии во главе с Паулюсом. Накануне Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала, чтобы поддержать боевой дух или в случае поражения застрелиться. Но Паулюс предпочел сдаться. Через день капитулировали и те, кто еще пытался сопротивляться. Знаменитая 6-я армия была окончательно разгромлена. Они уже совсем были не похожи на тех солдат, которые когда-то маршировали по Парижу. Уинстон Черчилль предложит сохранить эти руины в назидание потомкам. От имени своего короля премьер-министр Великобритании передаст Сталину меч как символ Великой Победы. Сталин примет меч, поцелует его, но от предложения Черчилля сохранить руины вежливо откажется. Город начнут восстанавливать сразу после завершения битвы. Огромное число добровольцев будет трудиться над возрождением Сталинграда и очень скоро город станет прекраснее, чем был. Из руин сохранят только здания паровой мельницы как напоминание о кровопролитных боях. Рядом с мельницей возведут музей-панораму Сталинградская битва. здесь, среди многочисленных даров городу-герою хранится и знаменитый меч, врученный Черчиллем Сталину. гражданам гражданам вознаменование победы под Сталинградом 1943 год. Когда начинаешь войну с Советским Союзом, говорил Гитлер накануне вторжения, кажется, что открываешь дверь в темную, незнакомую комнату. За этой дверью для него действительно оказалось много неожиданного. Брест, Москва, Севастополь, Воронеж и Сталинград. Героизм и самопожертвование советских людей, которые наглухо захлопнули эту дверь перед теми, кто пытался утвердить в мире свой бесчеловечный порядок. Севастополь Севастополь